Друзья, тема сегодняшнего видео очищение топлива. Для чего это нужно, как осуществляется и что может произойти, если вы самостоятельно поменяете топливный фильтр. По качеству и проверке топлива у меня было отдельное довольно интересное видео, которое почему-то мало кто посмотрел. Ссылку на него оставлю здесь и в описании. Многие почему-то думают, что топливо у них идеально чистое, якобы откуда возьмется какое-то загрязнение, ведь на открытом воздухе оно не находится. Так вот, это не совсем так. На самом же деле в него попадает пыль и влага из воздуха, частички при откручивании бака, ну и от заправочного пистолета. А также в топливо попадает коррозия различных металлов, начиная от самого бака, да и частота емкостей бензовозов и заправок под большим вопросом. Давайте возьмем топливную форсунку и посмотрим диаметр отверстий, из которых распыляется топливо. Малейшая песчинка прикончит эту форсунку мгновенно и ничем вы ее не очистите. И что самое интересное, она может забиться не полностью, а только частично. Например, одно отверстие из четырех, ну либо из двух. В итоге топливоподача будет нарушена, либо слишком бедная смесь, либо недостаточное распыление и соответственно с воздухом топливо будет смешиваться хуже и не полностью сгорать. Признаки забитых форсунок. Первое это подтраивание, потеря мощности, увеличение расхода топлива, провалы и рывки при движении. Ну и конечно же плохой пуск. И тут возникает вопрос, как же спасти форсунки? Многие наверное скажут, что нужно чаще менять топливный фильтр, а вот и нет. И сейчас я объясню почему. Для начала обсудим какие фильтры бывают. Первое это грубая сеточка, которая ставится перед бензонасосом. Она в основном задерживает крупные частички. По сути дела эта сеточка должна служить весь срок службы бензонасоса. Но к сожалению это не так. С нашим топливом и условием эксплуатации она умирает гораздо раньше. Я бы советовал менять ее каждые 150 тысяч пробега. А лучше вообще каждые 100, если у вас есть такая возможность. Тем самым вы продлите ресурсы самого бензонасоса. Помимо такой сеточки устанавливаются фильтры тонкой очистки, которые идут уже после бензонасоса и они задерживают более мелкие частички. Меняться они должны каждые 30 тысяч пробега. Но вот какая беда. В основном они устанавливаются на днище автомобиля, ну либо в подкапотном пространстве. Однако и там и там они очень сильно загрязняются. И при его замене никто не застрахован, что этот мусор не попадет в трубки. Если же это произойдет, то форсунки могут умереть уже в этот же день. И тут стоит задуматься, стоит ли его так часто менять без видимых причин. Например, кто-то это делает каждое ТО. Дизели сюда не относятся. На них, конечно же, нужно менять стабильно. Там его устройство совершенно другое. Сейчас мы говорим о бензиновых моторах. Я бы не советовал менять его так часто. В среднем он должен ходить 50 тысяч пробега. Но это все зависит еще от качества вашего топлива, и как вы заправляетесь, и где. Все-таки, если нет видимых причин, то лучше его не менять. Но и слишком долго ездить на одном и том же фильтре не стоит, потому что он все равно забивается, как ни крути. И ничего хорошего с этого тоже ждать не стоит. Поэтому вот средний такой интервал замены – это 50 тысяч. Конечно, если появились какие-то проблемы, то заменить фильтр можно раньше. Признаки забитого фильтра – это подтраивание, плохой запуск, рывки и провалы при движении, особенно на ускорениях. Также фильтр необходимо заменить, если он сильно заржавел, потому что в любой момент может начаться утечка. Но при замене соблюдайте определенные правила. Лучше, конечно, отмыть его мойкой высокого давления, как следует, чтобы вся эта область, все соединения были чистые. Ну, либо хотя бы обдуть воздухом. Затем выпускаете давление из бака и стравливаете с топливной рампой. Надавливаете разъем в сторону фильтра, нажимаете фиксатор и снимаете быстросъем. После того, как установили фильтры, включите зажигание и проверьте, чтобы не было утечки. После этого только делайте запуск двигателя. Вот что должен знать каждый водитель, который самостоятельно обслуживает свое авто. А сейчас еще сделаем тесты фильтров. Первый фильтр со стертыми названием, но очень похоже, что это СКТ. Элемент сильно сжал, похоже, что он забился и топливо было тяжело проходить. Ну, а так бумага вроде бы целая, сквозных отверстий нет. Сам корпус выполнен из железа и немного заржавел. Далее ухи. Он уже сделан из толсостенного алюминия. Как видите, данная конструкция предусматривает еще и перепускной клапан. Сам фильтрующий элемент целый. И по цвету он как будто бы забит еще сильнее, чем первый вариант. Следующий оригинальный газовский. Сразу скажу минусы. Он сделан из пластика и почему-то довольно часто такие фильтры пропускают. Так что будьте внимательны. Как видите, элемент целый. Но меня смутили темные пятна на передней части. Как будто бы он пропускал топливо помимо фильтрующего элемента. Далее оригинальный ваговский фильтр. Тоже сделан из очень толстого алюминия. Что конечно же плюс. Сама конструкция немного другая. И очень надежная. Даже нет смысла ломать его дальше. Тут как видите, полностью вся площадь задействована. Фильтр Lada. Сделан из нержавейки. Интересно, откуда она у Автоваза. Но это ладно. Сам элемент целый, но очень мягкий. И легко деформируется. Далее фильтр DELFIN. Производитель LUX. Он тоже довольно интересной конструкции. Элемент очень похожий на туалетную бумагу. Так что многим он может пригодиться и после автомобиля. Ну а если серьезно, то вполне все надежно и качественно сделано. А тут вот просто написано топливный фильтр по-английски. И модель. Опа! Несмотря на громоздкий размер, сам элемент мини. К тому же отклеился от передней части. Получается он не работал совсем. Болтался там как карандаш в банке. Мой совет. Обходите стороной таких производителей. Еще один ладовский фильтр. Этот уже из пластмасса. Больше похожий на истину. Элемент целый, но тоже мягкий. Думаю, такие вот фильтры обязательно нужно менять каждые 30 тысяч. Потому что слабоватые они. Далее BIG фильтр. Изготовлен из нержавейки. Элемент целый, но тоже довольно мягкий. Кстати, были случаи пропускания таких фильтров. Фордовский фильтр. Тут вот наглядно видно, сколько грязи он задержал. Изготовлен тоже из алюминия. Элемент довольно жесткий. Даже не думает деформироваться. Но вот как-то ненадежно держится на передней части. Хотя следов пропускания вроде как нет. И последний, оригинальный тойотовский фильтр. Очень тяжелый, сделан из толстостенного железа. И выглядит все очень надежно. Элемент плотный и уложен в полный объем всего фильтра. Это конечно огромный плюс. В общем, с качеством нескольких фильтров разобрались. Если вам интересна подобная тема, то пишите в комментариях название фильтров, которые вы хотели проверить. И если будет много желающих, то думаю продолжим эту тему. Кстати, производители многих современных автомобилей уже отказались от этих сменных фильтров. У них фильтр тонкой очистки установлен уже в самом модуле топливного насоса. И служит он весь срок службы авто. Точнее должен служить. Казалось бы, отличное решение. Нет никаких заморочек с заменой этого фильтра. А также не попадет никакой мусор при установке нового. Но опять же, это никак не относится к России. С нашим-то качеством топлива он забивается гораздо раньше. Поменять отдельно его же не получится. Только вместе с модулем. А вот цена такой замены, не думаю, что вам понравится. Кстати, бывает, что топливные форсунки забиваются не пылью, а налетом от некачественного топлива. Ну, либо по другим причинам. Так вот, в таком случае, можно сделать самостоятельную промывку, которая будет довольно эффективна. Поэтому ставьте лайк, если хотите увидеть такую тему на канале. Ну и конечно же подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Пока.